Спасибо. Доброе утро всем. Мы послушали себе про новые фантастические препараты. Единственная проблема, что они дорогие. Ну и то же самое и в Норвегии сейчас. За последние 5-10 лет цена препарата была достаточно стабильной. Но в последнее время цена препарата повышается примерно на 10% в год. Таким образом, через 10 лет цена препаратов в Норвегии удвоится. Но что может быть, что биологические препараты, они все чаще применяются, но они и дорожают. Но что происходит, когда патент на этот препарат истекает? Когда речь идет о малых молекулах терапевтических, цена падает резко. Ну а что нам сделать для того, чтобы снизить цены на биопрепараты? Из-за высокой цены биопрепаратов мы видим, что во многих частях Европы люди не получают лечения. И когда речь идет, например, о лечении ревматических заболеваний, то у многих больных, у многих странных затруднен доступ к этим препаратам. И это и является проблемой для меня, как врача, потому что я не могу дать полный спектр лечения моим больным. Так что вот у нас есть, сейчас появились в распоряжении так называемые биоподобные препараты. Это не путать с женериками. Примерно 20 лет уже идет внедрение таких препаратов. 10 лет назад врачи достаточно скептически относились к биоподобным препаратам. То есть считалось, что не очень им доверяли. И теперь мы понимаем, что все-таки эти препараты начали внедряться и в Норвегии. Но есть и некоторые проблемы. Врачи в Норвегии, в других странах Европы, на них влияют обычно эти речи насчет того, что проблемы с этими биоподобными препаратами, вопросы всякие, может даже и какие-то риски. Поэтому они скептично относятся к этим самым, к разговору, зачастую к биоподобным препаратам, к аналогам, скажем так. Но зато, благодаря биоподобным препаратам, этим аналогам, старых препаратов, которые есть на рынке, больные сейчас получают гораздо чаще нужное лечение. Ну, теперь, что касается из области мифов, будет говориться о каком-то мифе, и мы будем говорить и пытаться его опровергать. Ну, давайте вернемся к вопросу о том, является ли биоаналог копией существующего препарата или нет. Но на самом деле, действительно, биоаналог – это копия препарата, который имеется на рынке. Ну, что касается… Вот теперь важный вопрос касается сопоставления биоаналогов со старыми препаратами, которые были на рынке. На самом деле, это не дженерики, а копированные биологические структуры, которые могут равноправно применяться в клинике. Это очень важно также то, что оригинальный препарат является как бы золотым стандартом в лечении. Ну, на самом деле, не может быть золотого стандарта в таком классе, как биопрепараты. Они производятся в разных местах, и от времени, и от времени, и сроков производства их, и от места производства зависит и качество, и даже от партии препарата зависит. И вот мы видим тут, допустим, сравнение двух препаратов. То есть, они являются как бы биоаналогами на бумаге. Например, препараты Теннерсепт, которые сейчас достаточно часто воспроизводятся по сравнению со старым препаратом, с исходным. Ну, теперь, что касается вопроса цены. Что касается, например, цена препарата, она достаточно стандартна. Но и при этом биоаналог не является препаратом второго сорта. Хотя он может быть значительно дешевле. И теперь, что касается производства препаратов, то они производятся более-менее стандартно, а ценность, а стоимость препаратов, которые биоаналогов, они значительно, она значительно ниже. С чем это связано? Это связано с тем, что в ряде случаев возможно отсутствие этапа испытаний, который сказывается на цене этого препарата. В отличие от того препарата, который был исходный. Теперь, что касается физико-химической характеризации этих препаратов, то это возможно. То можно проверить и без клинических испытаний. Ну вот, что касается опыта, где в Европе после 10 лет возникли проблем особенных не было с лечением этим препаратами. Ну и если препарат регистрирован в Европе, то он тем самым образом берется и ответственность за эффективность и безопасность. Как для того, так и для нового, так и для старого препарата это касается. И, кроме того, один и тот же класс препаратов и в Европе, и в Америке регистрируются примерно те же препараты. Это, видимо, касается и России то же самое. В начале Европы, на Россию, потом Канада, потом Австралия, Япония, потом в России регистрируются препараты. Ну что касается биоподобных препаратов в Европе, это существующий список препаратов, которые зарегистрированы уже в Европе. Это вот такие препараты, как Норсептнос, рулины, популярные очень препараты. А некоторые из них, они только поданы еще на регистрацию. Здесь в Германии, в России, простите, имеется вот этот СИЗУМАП и все онкологи в Норвегии. Когда мы будем иметь биоподобный препарат такого типа, теперь они уже хотят, чтобы биоподобные препараты попадали тоже на рынок. Только два препарата в США пока зарегистрированы в биоподобных. Это Филкрасим и Флексимаб. В этом плане Соединенные Штаты, они значительно отстают от Европы. Но что же случается, что происходит в Норвегии с биоподобными препаратами? Во-первых, это означает, что приобретение по тендеру препаратов биоаналогов в Норвегии связано с значительно меньшими затратами, чем раньше. При том, что ранее не было абсолютно никаких стремлений изменить, точнее снизить возмещение расходов. И здесь инициатива исходила от врачей и от врачей и руководства больниц для того, чтобы снизить расходы на лечение. Теперь посмотрим, что, например, происходит на примере препарата инфлексимаб. Но у нас всего 5 миллионов человек живет в Норвегии. И у нас обычно объявляется тендер, даются соответствующие предложения и дальше проводится конкурс на препарат. Но у нас был первый тендер с инфлексимабом, и скидка была 35%. На следующий год эта скидка поднялась до 60%. Но в следующем году цена немножко выросла, благодаря тому, что та фирма, которая производила этот биоаналог, у нее капитализация увеличилась, и цена, естественно, препарата тоже возросла. Таким образом, этот новый препарат инфлексима, в целом, новый препарат, биоаналог, на его примере мы видим, что значительно удешевляется стоимость тендера. И по сравнению с первым тендером рынок существенно увеличился, этого препарата. При том, что повышение объема этого рынка связано именно с появлением и с ростом скидок на препарат данного класса. Благодаря тому, что новый препарат он вытеснил старый. Теперь, что касается вот этого биоаналога, то он практически вытеснил ремикейт, который применялся раньше для этих же целей. Так, что это означает для процесса лечения и организации лечения? Ну, мы продали там, допустим, скажем, 10 тысяч флаконов этого препарата. Продажи инфлексимаба вот такого типа, они повысились очень значительно. 60% повышение, повышение продаж повысилось значительно. И что касается, появилась возможность использовать большие дозы препарата и избегать других препаратов, которые являются более токсичными. Например, метаторексат и, наконец, ингибиторы ТНФ. Например, вот тоже мы поговорим о них. Цена также существенно снизилась на них в результате внедрения биоподобных препаратов. И больше больных они получили возможность лечения таким образом. Но есть различия, взгляните вот на это, посмотрите на позиции, вот соответствующие в разных странах, скандинавских. Но, по-разному, то есть скидка на препараты, в результате внедрения биоаналогов, она увеличилась. Но при этом, что в Дании, соответственно, закупки, в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии закупки увеличились в разной степени. Это зависит от финансовой политики в этих странах, от желания экономить деньги, разного желания экономить деньги в разных странах. В Дании врачи, это очень важное мнение их, они дают советы, они рекомендуют больным и своему начальству, пожалуйста, переключайтесь на биоаналоги. И тогда возникает финансовая соответствующая подвижка, соответствующая желание сэкономить деньги для госпиталя. И тогда и начинает шевелиться руководство. А в Норвегии, в Норвегии очень важные возникают финансовые инициативы, которые связаны именно с, в первую очередь, с экономией, не с врачей, а с желанием госпиталей экономить деньги. И вот они рекомендуют переход со старого препарата на новый биоаналог. Все зависит от того, в результате, в Норвегии происходит переключение на новые препараты, и с большими затратами денег происходит достаточно медленно. Если посмотрите на остальные европейские страны, в пример использования инфлексимаба, то есть цены, то есть, простите, применение биоаналогов увеличилось во Франции и в других странах. Европейские расходы, то есть, европейский рынок новых по новым препаратам поднялся примерно на 25% в среднем. Ну вот, что касается, так сказать, большие рыбы, так сказать, крупные, наиболее крупные позиции, по которым сейчас идет рост по биоаналогам, это инфлексимаб и некоторые другие препараты. И вот, что касается Этенерсепт, например, вот здесь приведены данные в таблице, вы видите, что при скидке на 41% по Этенерсепту произошел и значительный рост продаж, когда начали использовать аналог Этенерсепта. Это связано со снижением цены на препарат. Через три месяца после продажи этого биоподобного препарата. Этот препарат, естественно, стал лидером рынка, потому что мы... И потому что уже сейчас исчезли и озабоченности связаны с тем, насколько этот препарат является действительно хорошим, полезным и аналогичным старому. И вот, что касается повышения доли рынка по Этенерсепту, вы видите, что врачи приняли этот препарат. Это видно бы на примере маленькой Норвегии, резко возросли продажи биоаналогов и значительно снизились расходы. Даже посчитано, что это где-то в районе... экономия в районе 5 миллиардов рублей в пересчете на рубли. Ну, так, опять давайте перейдем через... к другому препарату, простите, к другим странам. И здесь примерно та же картина, потому что главврачи госпиталей и... Ну, как-то схватились и подали четкое указание, что вместо Этенерсепта должен использоваться биоаналог. Вот, и при этом и выросли продажи, и возникла большая экономия средств. Так что, альянс между главврачами и врачами-практикующими, он достаточно велик. Это достаточно важен и имеет огромное влияние. Вот это вот рыночные доли биоаналогов по сравнению с старыми препаратами. Рост их доли на рынке. И пору говорить уже о биодженериках. Это связано с тем, что в связи с большими скидками на эти препараты, выросла их доля на рынке и их шансы выиграть на тендерах. Таким образом, вот этот график отражает для разных фирм, в том числе и тех, которые выпускают биоаналоги. И по сравнению со старыми фирмами, и здесь мы видим, что биоаналоги приводят к большим скидкам, к большим снижениям цены на препараты. И это позволяет фирмам, которые производят биоаналоги, выигрывать в этой конкуренции. Очень интересный аспект касается перехода на биоаналоги. ИМА, это организация, которая в свое время отнеслась недостаточно внимательно к проблеме биоаналогов. И были даже изданы соответствующие документы, которые поставили некоторые проблемы и присадали препятствия для этих биоаналогов. Но потом, после длительного опыта с этими препаратами, все изменилось. И не очень далеко отсюда, в Финляндии. И таким образом, и сейчас переключение произошло достаточно быстрый переход на биоаналоги, и в Финляндии тоже, и в других скандинавских странах. Таким образом, переход от старых препаратов к новым биоаналогам очень зависит от того, кто задействован в этом переключении. Ну, теперь, что касается различных областей. То есть, например, в онкологии, то там этот процесс переходит не так быстро. То есть, здесь речь идет от лечения... Одно дело, когда речь идет от лечения острых заболеваний, другое дело, когда речь идет от лечения хронических, таких как рак, который требует длительной терапии. Вот. И что же случилось... Что же происходит? То есть, это очень важно. Есть разные классы препаратов с точки зрения их внедряемости. Вот оригинальный препарат. Оригинальный препарат, он снижается, по мере того, внедряется аналог. Цена на старый препарат снижается. Это называется конкуренция. Но если у вас лучший препарат, нежели те, которые были до этого, то он поддерживает высокую цену. Но все равно, ему приходится снижать свою цену, поскольку существуют и другие препараты, которые тоже действуют. Вот таков эффект биоаналогов. Ну вот. Почему нам нужны эти биоаналоги? Они более доступны. Они дают возможность проводить лечение большему числу больных за меньшие деньги. Их, может, создаёт пространство для новых и дорогих препаратов. Потому что есть возможность выбора. То есть, он регулирует также и цены новых препаратов. Биоаналоги. И вот, например, опять случай. Ситуация в Норвегии иллюстрирует. Это положение. Эффект, так называемого, замораживания цен в Норвегии. Это как... В настоящее время цена на эти препараты снизилась очень существенно, как вы видите на графике. Два препарата пока держат высокую цену. И цена, например, Адалимумаба, она ожидается, что снизится примерно до такого же уровня. И мы сохраним... Мы сэкономили большое количество денег. И при этом мы имеем возможность за счёт этого использовать. В некоторых случаях и новые препараты, дорогие. И мы имели опыт с биоаналогами в Европе в течение 10 лет. У нас не возникало проблем. И мы начинаем чувствовать полный эффект этих биоаналогов. Ну вот, те уроки, которые надо усвоить, ну, здесь есть врачи, конечно, лечащие. И что было показано в Европе с помощью этой, по этой системе скидок, точнее, падения цен, которые наблюдалось в связи с внедрением биоаналогов. И я сам врач. И я хочу обратиться к каждому здесь сидящему врачу, что надо обращаться к руководству клиник ваших. И вы должны взаимодействовать для того, чтобы обеспечить вот эту вот политику, связанную с биоаналогами и их внедрением. Мне бы хотелось теперь заключить того, что имеется успех значительный во всех отношениях с биоаналогами. То есть возникли конкурентные цены и появились предпосылки и аргументы для перехода на эти биоаналоги. И что, когда врачи имеют клинический опыт с биоаналогами, то они доверяют этим препаратам, применяют их без проблем. На примере ДНРСЭПТ этого видно. В некоторых госпиталях 90% больных лечат уже этими биоаналогами. И, например, когда идет дискуссия про... Рассказывали про новые препараты с феноменальными ими эффектами. Не забывайте при этом также и старые препараты, и дженерики, и биоаналоги, которые тоже помогут больному. И, наконец, повышение потребления этих препаратов. Это хорошее средство сэкономить деньги. Спасибо. Вопросов? Вопросов, если вопросов нет. Спасибо большое. Нет, один момент. Уважаемый докладчик, спасибо за очень интересную презентацию. Поскольку я из страны, для которой очень важно наличие финансовых средств из Казахстана, у меня возникает вопрос. Вы говорите о том, что биосимуляры позволили значительно сократить бюджет на закупку лекарственных препаратов. У меня возникает вопрос. Проводились в вашей стране исследования по биоэквивалентности биосимуляров или оригинальных препаратов и фармкост-анализ, когда сравнивалось не просто эффективность данных препаратов, а затратные эффективности и влияние ее на отдаленные результаты в лечении. Спасибо. I'm sorry, I didn't get that, but can somebody translate? I'll answer it so much. The first question is related to how do you essentially control the quality of the drugs, how the comparison between biosimilars and... I didn't get the first one. Can you repeat the first question? How do you compare у больных, которые соответствующие болезнями? И второй вопрос относится к первому. Это эффективность. Эффективность, она действительно эффективна и проводился сравнение действительно эффективны и насколько проводился анализ цена-качество, цена и эффективность. это и это исследование тоже проводилось, это проводилось в рамках этих испытаний и соответствующие данные они ложились в основу при принятии препарата к применению. Применение биоаналогов 6 месяцев 12 месяцев 5 лет что для вас является длительным применением? Yes. Again, it's possible to have it translated. Yes. Long-term use how long? 6 months 12 months 5 years how long? What is the definition of what you define like long-term use? That's a question. Oh, what I now there is no нет какого-либо особенного определения длительности лечения и вот если даете ли вы единичный курс или долгосрочное лечение например филгросим это пример краткосрочного лечения которое вы используете в связи с лечением цитостатиков там цитостатической болезни на короткий срок ну если допустим речь о множественном шлерозе ревматологических всяких делах и прочих долгосрочных болезнях то тогда речь идет о долгосрочном лечении правильно ли это что это более полезно для других ревматологических болезней но не для онкологии что это важно то есть как это имеет отношение хронические болезни к онкологии вот прошу вас выразиться точнее мы мы используем биоаналоги для всех болезней которые длительная подложительность жизни просто препараты есть препараты с длительной жизнью в организме есть препараты с короткоживущей есть препараты которые есть препараты которые можно использовать очень длительные сроки на протяжении 10-15 лет так что очень трудно сказать что насколько важны будут и иммуно и биоаналоги в онкологии потому что здесь все зависит от длительности жизни этих препаратов и длительности жизни не больных предполагаемые